Ребята, привет! Сегодня мы говорим, наверное, о самой важной теме в вокале. Голосовые связки, как ими управлять, типы смыкания голосовых связок и как развивать эту смыкаемость. Голосовые связки — это микроструктура, которая находится прямо здесь, в гортане, перпендикулярно моей руке, здесь за щитовидным хрящом. Голосовые связки состоят из непосредственно мышечного основания и слизистой оболочки. В зависимости от того, насколько плотно мышечное основание обеих голосовых связок прилегает друг к другу, звук становится либо громче, мощнее, либо, наоборот, тише и менее полнозвучным. Различают четыре типа смыкания голосовых связок — толстая, тонкая, жесткая и vocal fry. Толстое смыкание подразумевает под собой следующее. Мышечная структура — две голосовые связки — настолько плотно прилегают друг к другу, что не оставляют голосовой щели для выхода лишнего воздуха. Звук очень плотный, яркий и мощный. Тонкое смыкание представляет из себя в первую очередь смыкаемость краешков голосовых связок, то есть больше слизистая оболочка задействована, чем непосредственно мышечное основание. Звук тем не менее тембрально окрашен, и он очень хорошо слышен, и он звонок, но он не настолько плотный, не настолько мясистый как бы. Жесткое смыкание — это контролируемый выдох. В другом — субтон. Голосовая щель достаточно широкая, и воздуха выходит много. Vocal fry или штрабас. Можно назвать это степенью одним из видов смыкаемости связок, потому что фактически это импульсное смыкание, которое мы не контролируем, которое не содержит звука как такового в себе. Это больше шумовое смыкание. Звучит как скрипучая дверь. Осуществляется на полном расслаблении и фактически представляет из себя полную задержку воздуха. Я не ощущаю на руке сейчас, когда я ее подставила, чтобы я выдыхала. Итак, какие лайфхаки я могу сегодня вам рассказать для того, чтобы немножко лучше почувствовать смыкаемость или не смыкаемость связок. Первое — попробуйте петь с рукой около рта. Если вы будете чувствовать очень большое количество воздуха, то это жесткое смыкание, и это значит, что связки фактически недосмыкаются между собой. Попробую прибрать сейчас этот звук, этот воздух, чтобы не было слишком большого выдоха. И дальше я тренирую вариативность — то выдыхаю больше, то выдыхаю меньше. Второй лайфхак — вы можете попробовать выдохнуть лишний воздух специально перед началом вокализации, чтобы ощутить вот эту вот струнность как бы своего голоса. Так не нужно петь, конечно же, это не техника, это просто возможность прочувствовать, что воздуха, его просто нет для того, чтобы выдыхать, лишнего воздуха нет. Соответственно, есть ощущение небольшого натяжения, вот здесь вот в области гортани, связки лучше соприкасаются. Третий вариант — попробуйте заходить через vocal fry дальше в звук. Допустим. Это тоже не то, чтобы прям тип вокальности, конечно, так петь некрасиво, но тем не менее, это позволит ощутить опять-таки сдержанность воздуха и смыкаемость, потому что, как мы сказали, vocal fry — это самый-самый-самый плотный тип смыкания. Следовательно, если дальше мы начинаем вокализировать, то эта плотность далеко не уходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова